Давайте так попробуем тогда о депрессии все-таки порассуждать, да? Мы продолжаем тему о том, как визуально мы можем оценить состояние человека, да? То есть имея и уничтожение... Замечательно, замечательно. Да, то есть свой стоп, это наблюдение за общей осанкой, наблюдение за положением шеи, да? То есть вы можете оценить по этим вещам человека. И, естественно, когда свод стоп у человека падает вниз, мы можем представить тело человека, у которого свод стоп падает вниз. Соответственно, все висцеральные линии, они тоже идут вниз фактически. То есть вниз опускаются все внутренние органы. Вот сейчас мы говорим очень много о телесном интеллекте, да? О том, о разумности наших органов, так скажем. Естественно, каждый из них, из наших органов, он наделен определенным разумом, определенным интеллектом. Поэтому, когда общая система испытывает вот это напряжение, внутренние органы идут вниз, естественно, мы не можем говорить о том, что в этом теле будет, соответственно, какая-то процветать радость, в общем-то, да? Да, да. У нее происходит процесс увеличения, уменьшения объемов, и, соответственно, ее тело более уязвимо по отношению к внешней среде окружающей и к внутреннему тоже. Это мы сейчас говорим только о внешнем, да? То есть вот женщины, они больше, по-моему, подвержены депрессии. И, соответственно, то количество дел, которые женщина исполняет в течение дня, очень мелких каких-то дел, ее переключение на разные темы абсолютно, то есть быть постоянно среди своей семьи, в то же время отвечает на потребности каждого члена семьи, вот эта разбрызганность, нецеленаправленность, она как бы немножечко женщину тоже разрушает отчасти, да? То есть она не дает ей сконцентрироваться на самой себе любимой, да? То есть это тоже делает ее уязвимой, в принципе, к различным сменам состояния. И в соответствии с этим мы можем как бы дальше продолжать с анатомической точки зрения говорить о том, что когда мы смотрим только на человека, на женщину, мы видим положение ее рук, положение ее грудной клетки. Грудная клетка у нее тоже достаточно хрупкая, тонкая, наделена очень такими хрупкими мышцами, можно сказать, хрупкими мышцами, потому что мы все знаем, что когда тело очень долго сковано, то мышцы начинают перерастать в сухожилии. Чем старше женщина становится, тем эти мышцы теряют вот эту жизненность, виталитость, виталитость, да? И становятся более сухожильными. Эти мышцы очень маленькие, мелкие по сравнению с грудной клеткой мужчины, да? И, соответственно, руки женские тоже, они испытывают в течение дня очень много различной работы, такой вот мелкой работы, да? Даже если мы посмотрим на женщину, которая не занимается домашними делами, допустим, работают женщины бухгалтерами часто, они работают нотариусами, вот это моя категория людей, которые ко мне ходят в основном. То есть это женщины, у которых вот постоянно рука все время закрыта. И, соответственно, для того, чтобы оживить женщину, ей нужны абсолютно точно какие-то практики. Это не всегда будут практики, связанные только с духовностью, хотя духовность – это номер один, да? Когда мы хотим, говорим о депрессии, то именно состояние духа женщины, оно является определяющим по отношению ко всем практикам, которые она будет практиковать. Какой набор практик она для себя выберет? То есть ее вот это прекрасное, устойчивое психическое состояние, оно всегда ей может помочь выбрать правильные практики. Этого с точки зрения современной жизни его не происходит. То есть у женщин нет какой-то такой вот определенной базы, основы мировоззренческой, на которую бы они могли опираться в своей жизни и благодаря этому выбрать, собственно, правильные практики, набор правильных практик. И сейчас я как бы мягко перейду от вот этого анатомического строения женщины, да, вот мягко перейду в психику, да, женщины. Для меня всегда йога была очень интересна прежде всего. Я пришла в нее как физическую практику, но для меня, естественно, сейчас она со временем стала нечто большим, и я обязательно с вами поговорю об этом еще. Надеюсь, что у нас будет встреча для того, чтобы мы разобрали само явление йога, поковырялись в нем, попереводили его с санскрита, да, порассуждали, и нашли как бы вот достаточно правильное определение этому явлению. Но я сейчас говорю о том наборе практик, которые мы можем предложить женщинам во время, допустим, депрессивных состояний каких-то. Прежде всего, вот как говорила моя учитель Рита Келлер, она живет в Германии, и сама Энгару ее назвала учителем учителей. Я очень горжусь, что я училась в нее, потому что эта женщина совершенно эпохальная, она поистине очень хороший ученый, санскритолог, она изучает очень хорошо и само явление йоги. Она написала в свое время несколько книг очень хороших, связанных со всеми стадиями жизни женщины. Это «Йога фу мадахуд», и мы ее знаем, она есть в русском переводе, такой эксполиант формата А4, «Йога фу мина порс» и «Хелфи эйджинг». И в этой книге очень много внимания уделено дыхательным практикам и практикам, которые связаны непосредственно с работой со самкой. То есть любые упражнения, которые содержат в себе выравнивание, а базовый принцип йоги Энгара – это выравнивание, потому что если тело криво, если оно неправильно сформировано, то сама энергия, она не будет распространяться достаточно симметрично на всем теле. То есть если мы говорили о том, что один из первых признаков депрессии визуально – это стопы, а мы можем представить, что тенденция к плоским стопам есть у всех фактически, и у детей тоже. То есть фактически, да, дети, они уже находятся вот в этом угнетенном состоянии. Хотя вот недавно я разговаривала с одним психологом, который вот недавно, девушка на период жизни стала психологом, она со мной спорила о том, что плоскостопие не имеет отношения к какому-то депрессии. Ну, как бы это ее право об этом думать, но вот с точки зрения йоги Энгара это так. И я предлагаю всегда с женщинам начать с чего-то, да, то есть начать с того, чтобы убрать непосредственно такое вот яркое проявление депрессии. Какое вообще, как можно у себя заподозрить депрессию, да? Это не то состояние, когда вы не хотите встать с кровати, например, да, это уже крайняя стадия, когда вы не хотите встать с кровати, вам все равно, как вы выглядите. Это состояние плаксивости. Вот у женщин очень часто состояние депрессии начинает проявляться в плаксивости. То есть им что-то там жаль. Жаль там выброшенную кошку на улице, я хочу ее подобрать. Ой, мне жаль, вот там что-то такое произошло, мне жаль очень сильно. Я плачу над всем, я вот хочу смотреть фильмы сентиментальные, плакать с утра до вечера. Это вот такое, это должно насторожить женщину. Это такие первые тревожные звоночки, да, они могут не только в ноябрь появиться, а могут появиться всегда вообще. После этого мы смотрим, появляется чувство тревоги, особенно женщины, у которых есть дети и маленькие дети, они начинают тревожиться и начинают задумываться, а что с ними происходит, когда я его не вижу, этого ребенка. А что происходит, а что будет в будущем с ним происходить, да? Вот у Цицерона есть очень хорошее такое высказание. Страх есть ожидание будущего горя, да? Я думаю, что вот эта фраза, которую каждая женщина должна себе записать. Страх есть ожидание будущего горя. То есть тревога – это где-то посредине, между страхом, да, вот когда вы колебнетесь, вы еще в страх не ушли, но вот у вас там что-то такое вот там такое звенит, да? Вот, и вы начинаете с ним работать. То есть вот это высказывание само, оно достаточно крепкое, потому что оно дает вам понятие, что за тревогой следует уже страх. А страх есть ожидание будущего горя. Поэтому вот психологически я буду скакать, может быть, между физической практикой и психологией, потому что, честно сказать, для меня мои занятия в зале – это та же самая психотерапия абсолютно, только она вот немножко больше связана непосредственно с сомой, с техникой сейчас, с телом. Потому что сейчас психосоматика – это, наверное, ну, очень популярная, сверхпопулярная тема, да, и ее уже где только не затерли, да, правда ведь? Да. А, собственно говоря, на самом деле то, чем мы занимаемся, йога непосредственно, то явление, что мы называем йогой относительно зала, допустим, да, к нам приходят люди, мы с ними занимаемся этими практиками, то мы занимаемся их психикой и телом. И вот моя учитель, например, опять-таки я на нее сошлюсь, она всегда говорит о том, что когда к вам пришел человек, вы видите его запрос. Он пришел к вам, возможно, решать проблему плоских стоп. Но вы сначала должны его успокоить. То есть нет никаких чудесных последовательностей. Есть состояние человека, которое вы разрешаете через успокоение. То есть вы ему предлагаете набор практик. Возможно, у него есть депрессивное состояние, связанное с ментальной усталостью. Возможно, его депрессивное состояние связано с физической усталостью. Возможно, это эмоциональный перегруз. И вот для этих вот трех состояний, фактически, да, которые я перечислила, будет набор каких-то практик. Они будут и похожи, и не похожи в чем-то. То есть я говорю как преподаватель. То есть мы сначала человека должны вывести, мы должны с ним поговорить. Мы должны его разговаривать, мы должны его вывести на какое-то состояние, когда он станет уже связываться со своим телом. То есть сейчас он как бы с ним разорван. Потому что в депрессивном состоянии человек разрывает эту связь со своего тела и со своим психом. А психо – это душа, фактически. То есть вот мы будем еще потом с вами когда-нибудь поговорим о том, что вообще, что такое душа, да, и порассуждаем, я надеюсь, на эту тему. Но вот этот разрыв между телесным и психоэмоциональным, он очень большой, есть просто разбросанность. Человека нужно собрать обратно. И вот тогда уже вы можете работать с ним уже в дальнейшем предлагать ему чудодейственные какие-то там позиции тела. И обязательно я их покажу сегодня, потому что я использую в своей практике сейчас два инструмента, очень мощных, да. И вот несмотря на то, что я являюсь преподавателем йоги по методу Энгара уже очень давно, но я постоянно учусь, я продолжаю как бы поиск каких-то таких вот деталей, нюансов. И чем больше я учусь, тем больше я понимаю, насколько сама система метода Энгара очень целостная, да. Я нахожу в нём очень много от Маши Ферди Фрайса, осознавания движения. И сам Энгар говорил прежде всего о том, что Маши Ферди Фрайс описал мне метод теоретически очень сильно, да. И поэтому, когда вот мы работаем с человеком, то я всегда отталкиваюсь от теоретической основы Маши Ферди Фрайса, да. То есть сейчас как бы тоже не буду сильно на этом заставить внимание, но в йоге по методу Энгара самый сильный аспект, который как бы существует, и я считаю, что это осознанность своих движений, осознанность себя в этом, непосредственно в этой ситуации, в том, в чём вы находитесь и с чем вы работаете. Потому что это возвращает человека непосредственно в его сон. То есть его психо заходит в его сон. И оно становится одним целым. Вот. То есть я считаю, что ни один метод на сегодняшний день, может быть, я, конечно, достаточно влюблена в метод Энгара, в то, что я преподаю. Я не знаю, я вам написала о том, что у меня не существует кумиров Энгара, для меня это большой авторитет, авторитет, который практиковал на протяжении 78 лет. И, в общем-то, он показал всему миру, насколько плодотворно и прекрасна его практика. Да, потому что мы увидели человека, который смог собрать себя, в общем-то, от 16-летнего мальчика, который болен был и туберкулезом, и всем тем, такими достаточно хроническими заболеваниями, и опорно-двигательного аппарата тоже. То есть он смог доказать вот этой вот преданной, последовательной практикой, смог доказать, насколько эта система жизнестойкая, насколько она хорошая. И, естественно, я использую вторую практику, это Ямана Бодиролинг. То есть я вообще такой человек, который против авторских методов, не то, что вы против, они существуют, потому что мы каждый наделяем любую практику авторством своим. То есть мы ее развиваем, да, хотим мы, не хотим, но мы в каждую практику, например, в тот же метод Энгара, мы приносим свое понимание. И наши ученики смотрят на эту практику сквозь призму преподавателя этого. В этом никакого плохого нет. Ну, просто я не люблю, когда бывает такое, вот я взял там, набрал в набор инструментов каких-то, да, так все, пошел и назвал это только своим. Естественно, что мы как бы все берем в одном едином информационном пространстве все идеи, да, просто как мы их компилируем потом. Вот я взяла эти две системы, которые мне очень нравятся, это метод Энгара и Ямана Бодиролинг. Ямана – это холистичный такой, такой, как бы, ну, холистичный подход к телу тоже интегрирован. Это бывший преподаватель йоги, в общем-то. Женщина, которая при помощи созданных ею в Икее разного диаметра, она проводит терапию со всеми своими, так скажем, йогами, которыми она когда-то занималась. Она их восстанавливает вот таким вот образом, да? Вот, да. То есть у нее есть алгоритмы работы определенные. И, собственно, откуда я познакомилась с Яманой Бодиролингом, еще когда жила в России, Ямана приезжала в Россию, и надо отдать должное великолепному человеку, тоже моему учителю, Ямниу Львову Азбайлову, которая популяризировала этот метод, и некоторые ее ученики-учителя, которые работают и в йога-практике, в частности, и работали когда-то там, они владеют этим методом тоже, да? То есть это чудесный инструмент для того, чтобы очень быстро пойти на изменение своего дела, да? То есть если вы хотите изменить себя быстро, если вы хотите достичь глубокого такого ощущения своего собственного тела, то мечи – это прекрасный инструмент. Они все разного диаметра. Они, кстати, производство их, даже вот сейчас в Китае производят очень хорошие вещи, но эти мечи произведены в Италии. Вот, да, они очень интегрированы с кожей, то есть для каждой части тела существует набор мечей, вот, и я их вам просто покажу, и могу показать какие-то вещи, которые я бы посоветовала женщинам использовать в своей практике. Возможно, я, кстати, одной из своих знакомых из Астаны рекомендовала мечи когда-то, она была у меня в гостях в армии, и она, возможно, их и применяет. Только не знаю, насколько вы это... Наталья, я хотел, чтобы вы немножко отдохнули, потому что информация очень глубокая, опыт у вас очень большой, и речь очень редкая для сегодняшнего времени, потому что вы четко все излагаете. Дорогие друзья, кто у нас в эфире, кто будет смотреть записи, дело в том, что есть различия ментальности людей Европы, ну, в принципе, особо и неважно какой страны, и территории Казахстана, России, постсоветского. Скажите, Наталья, с учетом вашего опыта и жизни преподавания в России и в Европе, насколько разная скорость восприятия, понимания, методики это одно, понимание своего тела, вот этот аппарат понимания, потому что все-таки климат другой, и влажность, и привычки, и ментальность другая. Насколько быстро люди в разных состояниях, то есть сегодня у нас речь о депрессии, понимают, что потеряна, насколько ли потеряна связь с телом по всем органам, и почему именно важно начать заниматься своим телом, мы называем его грубым телом, в первую очередь именно в этом состоянии, потому что тогда накладывают еще больше проблем, и человек все больше и больше отдаляется. И почему важно приступать под хорошим контролем именно к работе с телом, именно и даже вот в этом депрессивном состоянии. Есть ли разница между Европой и странами-жителями, ну скажем, постсоветского пространства? Ну вот здесь я разделю как бы вот ваш посыл на две части, да, то есть вас интересовало, насколько разные люди, например, в Болгарии, я живу, я не могу сказать за всю Европу, в Болгарии чем отличаются, например, от людей, которые жили на постсоветском пространстве. Ну, да, скажем так, из Казахстана, потому что Болгария очень... Да, Болгария очень южная страна, и, собственно говоря, да, здесь есть, если так мы посмотрим, как бы культурологически, то Болгария меньше подвержена депрессии, чем, например, люди, которые живут на севере. Потому что здесь очень много солнечных дней в году, а Болгария солнцееды, они практически не появляются на улице тогда, когда пасмурно идет дождь. Хотя я очень люблю такую прохладную погоду, я с удовольствием усердяю глубину прохлады, когда есть возможность. Вот, поэтому как бы связь с тем, где больше. Она неосознанная, но она больше, потому что люди больше ходят в северку. Они больше ходят в открытой обуви. Это однозначно. Мужчин лучше и более гибкие дозабедренные суставы. Это однозначно. То есть мужчина, который не занимается ничем, практически как и все, могут хорошо сесть в адхоканасму или там, например, в том же самом деле. Да, да. То есть здесь это легко. Да, да. Вот, достаточно легко. Есть большая разница вот в этом отношении, да? Вот в этой структуре вообще. Что касается понимания и знания тела, то, к сожалению, это огромный провал. Огромный провал. Потому что вы, мне, конечно, бы хотелось бы ссылаться на йога с утра и патамжин, потому что одно из самых больших страданий у патамжина, он называет невежество. Да? Да. Это страдание. Мы, может быть, сейчас все скажут, ой, да какое же это страдание невежества? Это невежество по отношению к духовным практикам. То есть это нежелание что-то изучать вообще, в принципе, к чему-то прикоснуться. Это отрицание именно вот как раз себя. И поэтому, естественно, на этом фоне, вот на этом разбитом фоне, когда нет вот этой неровозревшей единой позиции, рождается депрессия. Поэтому для меня депрессия – это прежде всего состояние, которое подвешено, наверное, 90% населения. Да? Да. И вот как раз вот если мы возьмем как бы вот этот вот знаменитый анекдот, сирио-анекдот о травовочке, может быть, вот мужик войдет в эти 10%, потому что он просто не задумывается об этом. Да? Для него это вот естественное состояние быть здесь и сейчас, и вот в этом окружении. А тоже, да? Все остальные люди, да, не задумываются об этом. Но, в частности, из-за того, что они не изучают никаких практик, возможно, для них, конечно же, мир превращается и делится на то, что да, я несчастный человек, мне никто не помогает, я вот один совсем в этом мире. И вот нет у меня близкой души, которая бы вот была сама. Да? Да. Но мы же должны это заслужить, и заслужить это должны именно работой над собой. И мне кажется, что именно вот работа над собой, переход вот из этого невежества, да? Ну, там тоже нужно найти правильное знание, да? Так что так... Наталья, дело в том, что вот я еще раз, дорогие друзья, благодарен безмерно нашей гости Наталье, с которой мы общаемся достаточно много, но эфир проводим первый раз. Те, чьи причиной, почему я хотел поговорить с вами, мы эту тему, конечно, затрагиваем здесь, у нас, при работе, это, к сожалению, тот феномен и те нарушения, которые углубились, участились в связи с тем, что мы перешли на другой режим дня, времени. У нас перевели часы. И в Казахстане очень многие люди, я это знаю не понаслышке, какие дрязги, какие на форумах идут разговоры, жалуются строители, что не успевают ложить бетон, а к восьми все заканчивали, а тут уже в пятом часу темнеет. Женщины беспокоятся о детях, которые поздно приходят с работой. Невозможно где-то, какие-то другие мелочи важные для женщин и мужчин делать, потому что день сократился. В начале пятого, практически полпятого, у нас уже темно, сейчас полная темень. Ну, конечно, в городе свет. И вот это еще более усугубляет разные расстройства, скажем так, которые присущи городским людям, горожанам. И вот в этом случае, скажите, с учетом, что вечером не всегда возможно пробки, и, наверное, в каждом большом городе, насколько велико значение утра для практик, для того, чтобы помочь себе в разных расстройствах, именно акцент на утренние магии времени, практик. Вот расскажите, как воспринимают утро жители той местности, где вы, и наши казахстанцы, которые приезжают к вам, или, может быть, захотят побыть в отпуске у вас. Мне кажется, есть большая-большая разница. Я, между прочим, у нас много очень, кстати сказать, людей из Казахстана, и они постоянно здесь живут. И даже не только приезжают в отпуск. И, конечно же, милости просим, я все обращаю в студию. Вот, студия вискорректно оборудованная. Что касается... Вот прям попали в точку по поводу перемены. Мы тоже переходим на зимнее, на летнее время. И я могу сказать, что это очень сильно точечно бьет по достаточно уязвимым людям. Однозначно. По очень чувствительным людям. И я тоже очень против переходов с времени на время. Потому что вроде бы это незаметно, этот час. Да. Но этого часа иногда он взбивает потом глобально вот эту кривую сна. Это однозначно. Потому что я это почувствовала вот в этом году. Потому что, ну, возможно, я становлюсь тоже старше, уязвимее. И я почувствовала, насколько зимнее время... Я не знаю, как вам, но зимнее время мне подходит. Я просто в него залезаю, как кожей туда проникаю. Мне это очень нравится. Вот. Что касается... То есть вот это время... Да. Как люди на это реагируют? Я думаю, так же, как я. Особенно плохо реагируют на это дети. Я вообще всегда за свободу детям, за право детям быть детьми. А людям не быть как дети. Да, то есть вот им быть как дети, но и быть детьми взрослыми. Да, прекрасно. То есть я как бы за это. Что касается... Отвечу на вопрос по поводу этих ритмов. Да, естественно, утреннее время это лучшее время для занятий разными практиками. Потому что эфир свободен. Вы выходите, и вот вы один в эфире. Вы можете творить. Для творческих людей это гораздо лучше, чем засерживаться ночью. Это мое мнение. Потому что я всю жизнь человек очень судьба утрен. И этот режим дня мне привела моя мама. И я с ним живу вот уже на протяжении моих 56 лет. И очень мне благодарна. Так воспитываю своих детей. У меня три дочери. И мы сегодня как раз говорили о том, что есть маленький внучок сейчас, что вот мы за режим дня. Что касается утреннего времени, то тут вот интересный парадокс. Например, в Соединенных Штатах Америки самое востребованное время для занятий спорта у людей – утро. Это 5-7 часов утра. Даже 5-6 часов. То есть в студии работают и различные фитнес-залы с 5-30. Но там есть фантастический феномен приема антидепрессантов. Это практически все люди сидят на антидепрессантов. Ну вот видите, вопрос остается, да, такой вот интересный, да. Несмотря на то, что они встают тоже утром, и с антидепрессантами, и бегут на вот это плавание, на фитнес различный, на так называемую йогу. И вот я не могу сказать. Меня это иногда вводит в какую-то немножко в растительность. Я утренний человек, я за утреннюю практику. Утро могу переделать все, что угодно. Пронояму, свою личную практику. Могу посидеть, подумать просто. Это все прекрасно, это все вам нравится. Знаете, Наталья, я вот думаю, что те, кто будут нас смотреть через неделю, через день, или те, кто сейчас в эфире, наверное, для них будет очень большим ключом к решению проблем их, это вот именно сделать акцент на утренних ритуалах, процедурах и практиках, потому что, во-первых, и вечер раньше наступает, во-вторых, вечером и некогда ужин, дети, пробки, пока доедешь. У нас иногда полтора-два часа занимает для того, чтобы добраться домой. Как вы думаете, насколько поможет людям, у которых, ну, сегодня тема у нас депрессия, чтобы они переложили большую часть процедур, именно и в том числе физических практик, духовных ритуалов, медитации, проноям, именно на утреннее время? Насколько это сильно поможет? Это поможет вообще кардинально хотя бы лечь спать. Вот, знаете, я в восторге просто от ваших роликов, от и елененных роликов по поводу режима дня, потому что у вас была прямо вот целая серия роликов, посвященная режиму дня. Я в восторге, я полностью подписываюсь на 100% под ними, потому что нет ничего более устойчивого и лучшего для психики человека, чем ложиться в определенное время и вставать в определенное время. Мы можем стремиться к различным духовным практикам, но если есть отсутствие сна и регулярности во времени, ничего не добиться. Ну ладно, ведь сам взрослый человек вы это знаете. Согласны со мной? Конечно. Да, абсолютно. Вот только после того, когда вы научили себя ложиться вовремя и вставать вовремя, вы можете добавить вот эти ритуалы, питье теплой воды, пить ее хоть лимоном, хоть содой, хоть просто теплую. Сидите, наблюдайте, смотрите. У меня еще есть очень хороший доктор, у которого я учусь, доктор Карматский, он говорит о том, что нужно встать и сразу же посмотреть на линию, где встает солнце, в сторону с аризонта, где встает солнце. Даже если у вас там гипотетически найти маленький участок неба и вот туда просто смотреть несколько секунд, потому что эти секунды будут очень важными для того, чтобы выработать ваш мелатонин, да, и который даст вам вот этот уровень постоянный, да, да, внутри вас. Да, немножко криво сказала, да. То есть это прекрасная практика, хотя бы это. Я уже не говорю о других практиках, потому что я делаю очень много. Что делаю я? Я встаю в воду, обязательно, в воду какую-либо. Затем я обязательно утром, у меня есть ритуалы, это обязательно щеткой или рукавицами я себя растираю или проколачиваю себя специальной палочкой, обязательно. После этого я делаю планки, да, у меня есть три замечательных планки, которые я модифицировала для того, чтобы они не перегружали. Я их шлифую каждый день, это три по три, я их делаю обязательно. Я делаю приседания обязательно, потому что я хочу, чтобы моя мышечная масса не уделяла и была всегда. Надеюсь, как можно дольше. Вот. Это как бы ежедневие, вот такое вот совсем, совсем ежедневие, которое вот я не пропускаю. Суббота у меня есть для того, чтобы я отдохнула. То есть я не делаю физическую практику такую утром в субботу только. То есть я ее пропускаю. Потом я, кстати, нашла в книге у Гиты Энга «Юга для женщин». Кстати, в книге я вам тоже советую пропускать в субботу. И отдыхать. Я в субботу. Наталья, если вас перебил, прошу прощения, скажите, пожалуйста, вот, насколько для женщин 40+, которые понимают пользу или не пользу фитнеса разных якобы ПП, и диет хороших. Насколько для них, живущих в городе со всеми проблемами, пробками, детьми, переписью, политикой, экономикой, насколько для них важно именно в возрасте, а я прошу прощения, у дорогих дам, в возрасте, когда биологически может наступить предклимакс, может наступить ранний климакс, а сейчас он молодеет на глазах, я это вижу по женщинам в Астане, вот, что для них принесет даже позднее знакомство с йогой, даже в 45-48, вот, расскажите, вот, знаете, Нурлава, может быть, я как бы тороплюсь и перебиваю вас немножечко, я отвечу сразу же ответа, как бы, у меня очень есть примеры в жизни, давайте, например, кстати, ваша знакомая, это Людмила, Людмила из Черновцов, наша замечательная, ага, да, вы помните, да, вот, она пришла только в йогу в 48 лет, сейчас она превосходный преподаватель, который обучил всю западную Украину аэнгар-йоги, и это замечательная эпохальная женщина, Людмила Мартыненко, вот, я восхищаюсь ее всегда, потому что я не хочу, она женщина, я не хочу сейчас произносить точный возраст, она у меня старше, незначительно, но вы посмотрите, что она делает, что она умеет делать, как она это позиционирует, я восхищена ей просто, и поэтому никогда не поздно, когда мы начинаем жалиться, говорить, вот, а у меня там дети, вот, у меня, знаете, у меня так плохо с осанкой, но у меня же дети, эти взрослые психологические, говорим о том, что они мне мешают, эти дети, боже мой, да, они же мне надоели, они мне мешают, я не могу с собой заняться, а вы попробуйте и с детьми, вы попробуйте и с большим количеством детей, у меня есть ученицы, у которых пятеро детей, например, которые ко мне приходят заниматься, но находит время, дети сидят друг с другом, хотя они очень маленькие, там мало-мало-меньше, то есть нет препятствий, ни возрастных, ни каких-то еще культурологических, для того, чтобы заниматься физическими практиками, главное, чтобы эта практика вас не разрушала, главное, чтобы вы там, ну, я там, может быть, против весов там тяжелых, чтобы вы не тягали весы, и чтобы у вас там не выпадывали женские органы внутрь вашего, такого вот эфирного таза. Да, да, согласен. Наталья, скажите, насколько сопрягаются у вас ваши методики, применяете ли вы сами и даете рекомендации по такой юридической, физической практике, как пешая ходьба? Обожаю пешую ходьбу. Расскажите, расскажите. Все мои любимые аспекты жизни задержали. Пешую ходьбу обожаю, я не люблю бег, вот, это не мое, и, наверное, уже никогда не будет, потому что я много раз начинала, много раз прекращала, вот, и вообще это было несерьезно. Что касается ходьбы, мне очень нравится. Но, есть одно такое но. Если, опять-таки, наши плоские стопы, стопы плоские, то все наши пешие походы, они будут всегда заканчиваться тем, что мы будем перегружать изобедренные суставы, мы будем перегружать колено и голень саму. Поэтому я считаю, что все-таки первое, первичное, это отстройка ходьбы. И, собственно, метод, которым я занимаюсь, он занимается именно отстройкой. Потому что, да, вот нам кажется, мы пошли там йогой заниматься, ой, какие-то там практики, мы там, знаете, сегодня попрогибались, там что-то там потянули такое. А на самом деле, йога и эгара – это выравнивание, создание пространства, да, в тех болевых участках нашего тела. Соответственно, за счет этого у нас будет меньше отеков каких-то. И мы занимаемся выстраиванием костей. То есть, если это будет рука, то мы смотрим на соосе руки. Если это нога, то мы смотрим на соосе ноги. И если у вас совсем, плохо со стопами, то ваши пешие прогулки, они могут вам навредить. С точки зрения человека, вообще просто человека, который хочет гулять, гулять нужно. Может быть, если у вас совсем плоские стопы, болят позаведренные суставы, и вы учитесь ходить, посидите, посмотрите на ту природу, которая и есть. Или постойте, посмотрите, насладитесь. То, что сделал создатель. Потому что мы и близко никогда не подойдем к тому, что создано вокруг нас. Сами не сможем, я имела в виду, рукотворно не сможем сделать это. Да, на то это и создатель. Я думаю, что, возможно, с этой темы надо было начать, но у нас все-таки важная такая в разрезе йоги передача. Расскажите, как у вас решает проблему разных нервных расстройств, включая в этот комплекс и йогу, и ходьбу, и распорядок дня в диначаре, еда. Какая еда показана при депрессии, когда есть разные расстройства, для городских жителей. Расскажите немножко о своих предпочтениях, если это не секрет. Да, и поняла. Смотрите, вот к еде я отношусь достаточно просто, если честно сказать. То есть я не считаю, что еда, возможно, это будет мое мнение в разрез с вашим, с Лениным, да, потому что вы для меня большие авторитеты все-таки. Но я прежде всего, так скажем, поклонник германской новой медицины в этом отношении. Я считаю, что еда, это прежде всего одна, часть удовольствия. Она может быть лечением нашим, естественным. Потому что, когда вы едите хорошую, полноценную, свежую пищу, она вас лечит. Но, каждая еда может быть вашим лечением. Если, допустим, у вас нет возможности где-то хорошо покушать, и вы будете из-за этого страдать, то это очень плохо. То есть вы должны уметь покушать везде. Помните, как один известный Суфий, он всегда говорил, что я хожу там один раз в год, чтобы отравиться в ресторане, да, поесть пищу в ресторане, потому что таким образом я ценю то, что я могу получить у себя дома, допустим, да. или еда. Но это не должно быть культом, потому что, к сожалению, вот на протяжении многого времени нам преподносилось, что еда это первичное по отношению к психу, к нашему, да. А, собственно говоря, наше психо это первичное по отношению ко всему, абсолютно. То есть все у нас в голове. И, естественно, человек, который, в принципе, ведет определенный образ жизни, который заботится о своем теле, да, о йоге своем, да, он никогда не будет есть нехорошую пищу, правда ли? Да, согласна с тобой? Да, конечно. Что касается моих предпочтений, я, у меня есть определенные какие-то свои, я не люблю сказать ритуалы, потому что я не привязываюсь к ритуалам, потому что я стараюсь соблюдать непривязанность к каким-то моментам жизни, да, потому что я могу в любое время оказаться в разных местах, и я не хочу, чтобы меня это, как бы, немножечко деморализовало, да, на какой-то момент, то есть я должна везде быть в удобном, комфортном, расслабленном состоянии. Я не ем сырые овощи, фрукты в основном во время зимнего, в зимнее время, я ем их только, допустим, на обед, допустим, могу что-то, или фактически летом я ем тоже во время обеда сырые овощи, да, допустим, к фруктам у меня после того, как я переехала на юг, у меня стало такое очень консервативное отношение, я их практически вообще не ем, да, избегаю, вот в этом году у меня был такой вот фитиш, это груша, местная болгарская груша вкуснее просто не бывает, я перепробовала разные сорта, теперь я просто вот по ее конфигурации, по ее корочке знаю, какую грушу я хочу съесть. Очень интересно, но мы груши тоже любим. Да, приезжайте, приезжайте. Спасибо. Грузья, наверное, был бы интересен такой вопрос, наверное, так как я соведущий, я спрошу, насколько все-таки влияет климат, широта, долгота, вот местный климат, наличие продолжительного солнца в году на разные состояния здоровья, включая, конечно же, и стрессовые состояния, потому что во многих местностях, городах и странах все-таки зима, это не зима в понимании томского жителя, в понимании даже чемкенского жителя, то есть Каменогорского это совсем другое. Как вы думаете, все-таки влияет ли климат и местные природные условия на возникновение депрессии? И есть ли действительно повод такой страшной проблемы решения это просто переехать? Да, возможно, да. То есть вот можно было мне напрямую даже задать вопрос, переехала ли я из-за климата. Практически да. Мне очень нравится климат в Болгарии, он великолепный, ну, за исключением вот этого года, потому что лето было чуть-чуть жаркое, оно нас, честно сказать, запугало, потому что это было равномерное жаркое время, без дождей, и уже вокруг варны начали гореть леса, и это, честно сказать, психологически очень сильно напрягло нас, потому что вот как раз депрессия ведь это не только потому что солнца нету, да, но оно может начаться от всего года, даже от переизбытка солнца, если честно. Вот, конечно, люди, которые живут на Севере, они больше подвержены ей, потому что фактически у них есть однообразие очень сильное, то есть они не настолько общаются с природой, сколько люди на юге, да, потому что они в природе своей не такие созерцательные, они более практичные. На юге, вот, я живу действительно 15 лет в армии, что я отмечаю, когда я спускаюсь на берег моря, там стоят очень много молодежи, они встречают солнце, восход солнца, они прямо его ловят, они делают различные дыхательные практики, да, прямо вот на камнях перед вот на побережье, и это является таким неким не культом, но ритуалом, возможно, и он здесь очень сильно распространен. Я считаю, что он настолько помогает людям в жизни, вот ничего лучше, чем придумал создатель для нас вот этих вот великолепных картин природы, многообразия этих картин, ничего нету, это является исцеляющей терапией, никакая терапия настолько эффективна, как природа, которая может исцелять. Да, наверное, действительно есть такое выражение, а может быть и нет, не придумаю сейчас на ходу, блажен тот, кто живет в прекрасной местности. Да, да, я могу сказать да, потому что болгары, они очень гордятся своей природой, и очень много здесь гор тоже, вот я, к сожалению, ну, все время не выезжала куда-то в горы, но они любят наслаждаться природой, реально люди ценители своей страны, своей природы, и мне, для меня, для моего сердца это очень тепло, потому что основная аудитория, которая у меня занимается в студии, это болгары, я очень горжусь этим. Угу. Дорогие друзья, мы будем завершать эфир, и в завершении я еще раз хочу поблагодарить нашу гостью Наталью из солнечной Болгарии, которую мы знаем с советских времен, когда были маленькими, и дорогие казахстанцы, дорогие случайные гости, зрители, подписчики, те, кто нарочно пришел, я особо благодарю Елену, и те, кто знает нас, Елены, теперь и узнали вас, а может быть и знали, потому что земля, на самом деле, небольшая, небольшая такая населенная местность, которую называют земным шаром, и если вы будете по бизнес-делам, по хорошим мероприятиям в Болгарии, в Варне, я обязательно вас попрошу передать теплый привет, чмокнуть щечку Наталью, и возможно стать ее на день, два, три ученицей, потому что совмещать природу, воздух, встречу солнца в Болгарии, в Варне, и занятие Натальи, это, наверное, блаженство в квадрате. Спасибо большое, намасте, я надеюсь, вам, вселенной, плодотворнейших лет, прекрасных эфиров, и, да, всего-сего здоровья, всего самого-самого наилучшего, я вижу, как она прекрасно нас поддерживала на время эфира все время, и огромный поклон, и мое сердечное-сердечное спасибо. Друзья, большое спасибо, что вы тоже участвовали, мы сегодня не отвечали на ваши вопросы, я, как эгоист, задавал их сам, но, я думаю, что, возможно, у нас будут еще встречи на моем канале, дорогие друзья, подписывайтесь в блог Натальи, потому что, действительно, мы живем в тесном мире, где мы можем оказаться тоже по разным причинам в гостях у Натальи, и она вас примет, если вы скажете, что вы от Нурлана с Еленой тем более примет. Спасибо большое, всем доброго вечера, спасибо, Наталья, вам. Спасибо, спасибо, благодарю вас. До свидания. До свидания.